Делим большой лист на 4 маленьких. На большом листе создадим шаблон маленьких, разобьем с помощью линий на небольшие кусочки. Обведем наш вид, который необходимо разместить на нескольких листах еще одной рамкой. Можно выделить цветом, чтобы не путать потом. Линии объединим в группы. Группу назовем шаблон листа. По этим линиям мы потом будем корректировать кусочки наших видов. У нас уже заготовлено несколько, ну правильно сказать, 4 листа от 4 формата размером 210 мм на 297 мм. Собственно говоря, вот на эти размеры мы как раз и разбили лист. Для того, чтобы разместить необходимую часть вида на этой форматке, нам необходимо сейчас сюда перетащить нашу группу, которую мы с вами сделали. Разместим ее вот в этом углу. Так как она у нас абсолютно симметричная, она села точно на то место, на которое нам требуется. Теперь перейдем к виду. Скопируем вид. Создадим зависимый вид. То есть исходный вид будет управлять всеми настройками нашей копии. Дадим ему какое-то имя, чтобы мы потом могли ориентироваться, где какой вид расположен. Скопируем будет это 1.1. И на лист 1.1 точно так же, как и обычно, перетащим самолет. Перетащили. Выровняли при помощи инструмента перемещения относительно синенькой рамки, который у нас как раз и есть границы вида на целом листе. Отключим ненужные нам в данный момент названия. Активируем вид, заточки, границ вида, корректируем положение. Но, к сожалению, это такой вот ручной способ. Но, в общем-то, для распечатки не сильно принципиально. Там ошибка в полмиллиметра. Поэтому этим можно пренебречь. Откорректируем положение антационных элементов, которые иногда могут вылазить за края. То есть, они могут там торчать или частично подрезаться. То есть, настроим их расположение. В данный момент ненужную нам группу можно скрыть на виде. А в дальнейшем, когда вдруг по каким-то причинам вам захочется изменить компоновку листа, вы можете, основного листа, то есть, вы можете изменить эту компоновку, подправить саму группу. И изменение произойдет на всех таких разделенных листах, по которым вы сможете также откорректировать габариты и положение вот этого разделенного вида. Со вторым листом поступим точно так же. Можем накопировать сразу все виды. Именуем всегда так, чтобы потом понять, о чем идет речь. Собственно говоря, вот такая вот штука. На второй лист точно так же размещаем. Группу. Вид. Совмещаем. Активируем. И подрезаем. Не стесняюсь пользоваться зумом, чтобы поточнее сделать подрезку. К сожалению, инструмент виды не выравнивает относительно геометрии. Поэтому будем делать вручную, покрупнее увеличивать. Тоже проверяем, чтобы аннотации не торчали за края нашего вида и за края листа. Иначе потом они могут попасть, или не попасть, а создать ненужную нам обувь печати. Собственно говоря, с другими листами делаем то же самое. Ну а теперь эксперимент. Мы имеем с вами пять листов. Один общий и четыре, на которых разделен наш кемплан. Посмотрим, что произойдет, если родительский вид попробовать изменить. То есть вот этот вид у нас целый. Мы его, допустим, выберем графику скрытой линии. Посмотрим, что у нас произошло на листочках, которые разделены. То же все поменялось. Замечательно. То есть таким образом мы можем управлять сразу всеми четырьмя форматками, меняя их графику или отображение. Мы еще проведем пару экспериментов. Отключим тени. Посмотрим. Вот на листе 1.1 меняется. Отключение тени. Можно включить тонирование и так далее. Собственно говоря, что я требовался доказать. Президент получается. Вquela... Вся...